Каждый день Ильича начинался со звонка в секретариат и вопроса, кому я сегодня нужен. Здесь и сейчас Ленин, это все полный тезка Полесского агрогородка, живет в центре с 1979-го, комфортно. Скульптуру из гипса постоянно серебрят и первые цветы, всегда зовущему светлое будущее. Нам повезло больше всего, у нас уже это было. Особенно, когда приезжают с Польши, с Германии, все приходят сюда и фотографируются. Что касается благоустройства, люди, организации, которые находятся на территории сельсовета, они постоянно принимают участие в этих работах. То есть мы называем их чистыми четвергами. Не было ни Ленина, ни Леннона, тем более, когда появились наши ленинцы. 1568 год рождения местечка или Штетла. Ухаживают толокой за могилами на еврейском кладбище. Откуда у Ильича были деньги на революцию? Так и здешние спонсоры помогли. Псевдоним «Благодарность» разное говорят. Если кратко, то, конечно, несложно. Жил в наших местах План, родилась девочка, которую назвали Лена. Усадьба вся, которая принадлежала отцу, должна была перейти в наследство Ленина. То чей Майонток? Ленин Майонток. Так и остался Ленин. Есть еще что от Ленной системы. То есть Лена – это что, земельный участок, средние века. А еще ходит легенда второе. Я, будущему вождю пролетариата, обеспечил один предприимчивый земляк. Продал Ульянову липовый паспорт. Сам Ленин о связях с Лениным умолчал. Сегодня редкий повод перелистать полное собрание сочинений. Учиться, учиться и учиться. Классика. Это классно. Ленинцы по-прежнему трудятся по-ленински везде. Как завещал Ильич, образцовый порядок. Хотя вечно на мехдворе любого сельхозпредприятия найдется, что перебрать. Срочный ремонт техники. Пассивная идет. Кстати, именно при основателе государства рабочих и крестьян собран первый трактор страны Советов. Кажется, каждый день смотрят за территорией. Но на территории все равно через неделю, через две уже получается какой-то недостаток. Кто-то что-то положил, кто-то не так поставил. Проводится на фермах субботники и в мастерских, в гаражах, на всем отделении. Остается вспомнить инициатором первого субботника в 1919-м стал бригадир слесарей. Выше всяких похвал порядок на земле за этим забором. Ленинский лозунг «Дворцы народу» в Ленине сегодня стал былью для птиц. Смастерили кормушки медработники. Самочувствие людей зависит не только от качества диагностики, лечения, но и от окружающей среды. Насколько вокруг чисто. Нагрузка сейчас выше. Каждому пациенту надо относиться с удвоенным вниманием. Один перед одним старается, чтобы каждого лучше было. Смотрится, если у соседа лучше, значит и у меня должно быть так. Поддерживает порядок, чистоту всегда. Ленин призывал взять почту, телефон, телеграф. Объекты стратегического значения. Сегодня на этот адрес приходят газеты, письма. Порой в графе «Куда?» Ленина. Есть такой городок. Некогда Романово в Слуцком районе, соседнем Житковичским. Своим именем истинные ленинцы, ныне их 630, гордятся. Первый ленинский субботник ровно век назад – это был праздник освобожденного труда. Символом Великого Почина стало бревно, которое потом обросло слухами. Мол, Ильич нес один такой 50-летний терминатор и вообще, но было надувное. А все-таки тяжелое понесли. Американец спрашивает у нашего человека, а что такое субботник? В ответ – день, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за остальными. Это, конечно, анекдот. Кому он? Субботник сегодня нужен. Всем тем, кто хочет красиво жить. По-ленински. Александр Матяс, Виталий Мотин, Илона Хальвита. Субботний выпук.